Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 15 октября. Житие преподобного Отца нашего, Ефимия Нового. Преподобный Ефимий в мире Никита родился в 824 году в селе Опсо, близ города Анкиры, что в Галатии. Родители Никиты и Епифаньяна были людьми богатыми и вместе с тем очень благочестивыми. Так что служили живым примером не только для сограждан, но и для всех жителей окрестных стран. Они были сострадательны, кротки, страннолюбивы и милостивы к бедным. И вообще отличались всеми христианскими добродетелями. Происходя от таких благочестивых родителей, Никита от самого рождения исполнился благодати Святого Духа. И посему еще в самых новых юных летах был кроток, честен, послушан и покорен родителям. Он удалялся также от обычных игр и любил часто посещать церковные богослужения. Когда Никите шел только еще седьмой год от рождения, отец его умер. На попечении матери, кроме Никиты, остались еще две дочери, Мария и Епифания. В скором времени Никита с самого детства, обнаруживший разум не по летам, стал ревностным помощником матери во всех заботах ее по дому и о семействе. Подчиняясь постановлениям о военной службе, мать Никиты должна была вписать его в воинские списки. Однако Никита, служа и воином, был для матери опоры во всех отношениях с сыном, помощником и защитником во всех ее семейных и домашних заботах. Престарелая мать Никиты, желая облегчить обязанности, лежавшие на ней по дому, поспешила выбрать ему достойную невесту. По смотрению Божией, скоро нашла она разумную и скромную девицу по имени Ефросинию, происходившей от богатых и славных родителей. С ней это и сочетался браком Никита. Через несколько времени Бог благословил брачный союз их рождением дочери, названной во святом крещении Анастасией. После этого Никита, считая родившееся дитя достаточным утешением и для матери своей, для жены, решился оставить в семье и посвятить себя всецело служению Богу на иноческом пути. Оправданием покинуть семью для него являлось и то, что замужняя сестра его Мария жила в собственном их отеческом доме и таким образом должна была остаться помощницей матери. 14 сентября праздник воздвижения. Было последним днем, проведенным Никитой в кругу родной семьи. На другой день, в день памятники заименитого его святого мученика Никиты, он оставил свою семью навсегда, сказав, будто идет посмотреть пасшегося в долине своего коня. И долго осиротевшая семья не знала действительной причины оставления Никитою отеческого дома. Между тем Никита, обойдя многие места и посетив многих подвижников, достиг наконец неприступных высот Олимпа. Где в то время был славен своими подвигами преподобный Иоанникий Великий. Он подвизался на горе Олимпии в половине девятого века, прославился даром пророчества, предсказав окончание иконоборства и свою смерть. Однажды к этому великому подвижнику собралась большая толпа, жаждущая слышать от него слово назидания. Среди этой толпы затерявшись в ней стояла юная Никита. Прозрел богоносный отец Иоанникий горячие желания Никиты иноческой жизни, его будущие славы и преуспеяния в добродетели, и пожелала явить перед всеми скрывавшуюся в нем до того времени добродетель. — Кто это такой, что в образе мирском так смело обходится с другими? — притворно спросил Иоанникий, собравшийся к нему иноков. — Не знаем, — ответили ему они. — Этот юноша — дурной человек, он человек-убийца! — воскликнул с притворным гневом Иоанникий. — Возьмите его и свяжите! С удивлением смотрели иноки на юношу и на перерыв спрашивали, позден ли он убийца. А юноша, еще прежде иночества, стяжавший послушание и смирение, во всеуслышание объявлял себя действительным убийцей, достойным тяжкого наказания, и готов был с охотой принять возлагаемые на него узы. — Оставьте! — остановил иноков старец. — Я обвинил его перед вами как убийцу только для испытания. Если и в юности, и в мире, еще не испытав нашего жития, он ради послушания признал себя виновным в таком преступлении, то каковых добродетелей он не совершит, когда сделается иноком. Выслушав это, смиренный Никита ушел от святого Иоанникия. Он понял, что если он останется вблизи Иоанникия, среди его иноков, то не избежит той славы, которую он так ненавидел еще в детстве своем, и, спасаясь от которой, бежал из родного своего селения. Другой старец Иоанн, живший далеко от Иоанникия, с радостью принял пришедшего к нему Никиту и преподав ему уроки о подвигах иноческого жития. Вскоре же облег его в ангельский образ, назвав его при посрежении Ефимием. Пробыв у Иоанна довольно продолжительное время и, научившись от него скидскому безмолвию и подвижничеству, Ефимий по приказанию своего учителя ушел в Кеновию. Это называется «Общежительный монастырь», в который у братья не только стол, но и одеждам подобные получают от монастыря. Писсадион, Кеновия, чтобы в ней научиться от царцев подвигам кеновийного иночества. Игументу и обители Николай, с великим благоразумием управлявший своей кеновией, приняв нового ученика, назначил ему сперва самые низкие послушания. Ефимий не возраптал на это, хотя эти послушания и были сопряжены с великими трудами. Он счел их за истинное врачество для своего юного тела. Помыслы об оставленных им супруге, родственниках и богатстве уже не раз волновали его душу. Но, неся эти послушания, Ефимий мог утешать себя словами Спасителя. «Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля имени моего ради, сто крат более приимет, и жизнь вечную наследует. Ибо кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Когда же Ефимий случалось принимать оскорбления и поругания, что неразучно было с продолжением низких послушаний, то он безропотно и с радостью сносил их. Через такое послушание, смирение и труд Ефимий достиг наконец того, что в нем умолкли все злые страсти. Укрепившись в добродетельной и новейной жизни, Ефимий решил отправиться в пустыню, чтобы там с безмолвией достигнуть еще большей близости к Богу. Оставался еще не пройденным путь строгого безмолвия. Далеко в это время разносилась слава об афонских подвижниках, и к ним-то решил теперь отправиться Ефимий. Своё намерение он открыл одному из великих подвижников Олимпа, старцу Феодору. Благословил святой старец ревностного инока на новый путь. И знаешь, что старца Иоанна, от которой Ефимий восприял свое первое подстрижение, уже нет в живых, облег его в великий ангельский образ, то есть великую схему. Спустя восемь дней после этого Ефимий был уже готов в путь, чтобы оставить Олимп после пятнадцатилетнего пребывания на нем. Нашелся ему и спутник, инок Феостерикт, так же, как и он, жаждавший высших подвигов иночества. Путь с Олимпа на афон проходил мимо Некомидии. Прибыв в Некомидию, Ефимий был утешен радостным известием, что живы все присные его, некогда ставленные им в отчим доме. Желая облегчить их скорбь по разлуке с ним, он послал им святой крест и наказал постуну передать им, что уже нет боли у них родственника Никиты, а есть инок Ефимий, который советует и им последовать его примеру. Плакали сначала родственницы, получив от него такое известие. Но так как велика была любовь их к нему, то они впоследствии укрепленной помощи свыше решились и сами последовать примеру Ефимии. Кроме дочери преподобного, которая в это время вышла замуж, все они сделались инокинями. Прибыв на афон, Ефимий ревностно стал исполнять устав тамошней монастырской жизни. Так как Феостерикт, не перенося тяготы из вострадания строгой безмолвной жизни, возвратился на Олимп, то святой Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с неким, еще до него подвязавшимся на афоне, иноком Иосифом. Но вскоре младший оказался учителем старшего. Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповедей уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем самих себя за скотов и в течение сорока дней будем питаться одной травой, понижен в земле, как животное. Может быть, осистившись через это, мы опять получим свою по образу Божию и по подобию красоту. Вот что услышал от Ефимии Иосиф. Иосиф согласился с этим предложением. И оба они провели сорок дней, терпя жажду, холод, голод и жар. Едва была пройдена эта новая ступень лестницы христианских добродетелей, как святой Ефимий снова предложил своему сподвижнику следующее. Оставим теперь, добрый Иосиф, за страдание жития беспокровного. Заключим в какой-нибудь пещере, заключимся, и будем оставаться в ней неведомыми от всех других находящихся здесь иноков. Положим самим себе в закон, как бы он ни шел к нам от Бога, чтобы ни тот, ни другой из нас не находил из пещеры прежде окончания трех лет. Если же кто из нас в течение этих трех лет умрет, то будет воистину блажен, как человек до конца жизни, сохранивший размышления о смерти и гробам, для него добудет эта самая пещера. А когда по изволению Божьего оба мы пребудем живы, умрут, по крайней мере, насколько это возможно, наши страсти и плотские вожделения, пожелания, и мы изменимся к лучшему. Иосиф принял и это предложение. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней и едва-едва поддерживали свое существование скудной растительной пищей, состоявшей из росших близ пещер желудей и каштанов. Вся жизнь их была исполнена величайших подвигов, каковы были все ночные стояния, непрерывный пост, постоянное коленопреклонение, спаньон на голой земле, провождение времени в пещере без вожжения огня, строго сохраняя между собой молчание, а не если нарушали его иногда, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже и ветхого рубища, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, присинявших нестерпимое беспокойство их телу. Это были в полном смысле слова мученики без гонений. Однако сподвижнику Ефимия через год оказалось не по силам нести далее добровольно принятый на себя крест страданий. Ослабев силами, он оставил Ефимия. Это был уже второй инох, которому оказалось не по силам соревновать подвигом Ефимия. Но сам Ефимий после этого лишь усилил свои подвиги. Много искушений ему пришлось перенести здесь от стороны злого духа. По действию его сначала на Ефимия напала тоска и скорбь по удалившимся братьям. Потом боязнь и уединение, наконец всего, часто стали возмущать горделивые повыслы о высоте пройденного им иноческого пути. Но все они, а также многие другие искушения, были побеждены Ефимием. Окончив по обеду трехканический срок своего пребывания в пещере, Ефимий оставил ее. А за пещерой уже давно его ожидали многие подвижники, слышавшие о нем от Иосифа и желавшие подражать ему. Преподав им наставление, Ефимий отправился опять на Олимп, куда звал его прийти, облегший его великую схиму старец Феодор, чтобы вместе с ним отправиться на Афон. Просьба старца была исполнена и на Афоне, около Адра Феодора, так как он от долгого подвижнического был слаб и бессилен. Ефимии суждено было выполнить новый подвиг, подвиг служения по заповеди спасителя больным и немощным. Он сам выстроил для Феодора новую келью и с великим усердием служил ему в ней. Это продолжалось до тех пор, пока больной старец, нестерпимо страдая от жестоких болезней, не отбыл в Солунь, чтобы обратиться там к врачебной помощи. Там он и обрел в себе вечное упокоение. Любовь к почившему подвигла Ефимий идти в Солунь для поклонения его гробу. Почти весь Солунский народ, давно уже слышавший о добродетелях Ефимия и узнавший теперь об его прибытии, вышел к нему навстречу, чтобы приветствовать его и получить от него благословение. Но недолго пробыл Ефимий из Солуни. Жизнь в городе отвлекала его от безмолвия. Он вышел из Солуни и, подобно Симеону Столпнику, взошел на столб, находившийся недалеко от города. С этого столба Ефимий учил всех приходивших к нему. Пробыл он на столбе довольно продолжительное время, наставляя к жизни добродетельной и врачуя от неизлечимых болезней. Но потом он снова пожелал по-прежнему только безмолвствовать на Афоне, так как в течение к нему множества благочестивого народа сильно тяготило смиренного столбника. Расставаясь в Солуни, Ефимий принял по совету Солунского архиепископа Феодора рукоположение диакона, чтобы иметь возможность самому, посредством запасных даров, приобщаться в пустыне причистых христовых тайн. То есть, так как непосвященным не позволено брать христовые тайны своими руками, то святой Ефимий принял диаконское рукоположение, чтобы ему можно было самому приобщаться в пустыне с запасными дарами. Но на Афоне Ефимий пробыл недолго, ибо не нашел здесь желаемого безмолвия. Новые подвижники густо заселили прежнюю пустыню. Узнав о появлении среди них освященного подвижника и почитая его как первенствующего среди них, они стали часто посещать его. Тогда Ефимий избрал для себя новое убежище, необитаемый остров, называемый Новых, куда он удалился вместе с двумя другими единомысленными ему иноками, Симеоном и Иоанном Коловым. По Божьему попущению напали на этот остров Сарацины. Приплыл на двух кораблях, они пленили иноков и хотели увезти их к собою. Пользуясь попутным ветром, варвары с радостью подняли паруса своих кораблей и пустились в дальнейший путь. Но непродолжительна была их радость. Корабль, на котором они находились в пленнике, вдруг встал среди моря и никак не мог сдвинуться с места, так как другой плыл вполне свободно. Один из варваров понял истинную причину остановки корабля и сказал своим товарищам, «Неужели мы столь неразумны, что не в силах понять, что это случилось с нами за причиненное насилие рабам Божьим? Если не хотим погрузиться в море, давайте скорее освободим их». Товарищи его тотчас согласились. Все они пали к ногам святых пленников и просили у них прощения, которое тотчас же и получили. После этого неподвижный да то ли корабль снялся с места сам собою. И вскоре уже было только что опустошенного острова. Три жители его вновь получили свободу. И просили они у варваров возвратить им хотя и ничтожные их вещи, но для них, как пустоножители, крайне необходимые. Жестокие варвары, перед этим только что наказанные перстом Божиим, не вняли их просьбы. И опять им суждено было за это испытать на себе всю силу карающей десницы Божией. Когда они были уже среди моря, внезапно падал противный ветер и вновь пригнал их корабли к только что покинутому острову. Теперь они уже не могли более отказывать при подобных их просьбах. Лишь один из варваров, раздосодованный возвращением назад, отнятого, схватил Иоанна Колова и беспощадно бил его, пока не был остановлен товарищами. Присутствовавший при этом святой Ефимий только кротко заметил. Арабы. Если бы вы освободили нас без обиды, то мирно бы достигли Отечества. А теперь, нанеся обиду брату, вы причинили тем оскорбление Богу, и скоро узнаете, как велико это зло. Но недолго пришлось ждать варварам исполнения этого пророчия проречения. В море их ждало новое несчастье. На них напали римские военные корабли, и отвели в плен именно тот самый корабль, на котором находился обидчик преподобных. Другой же корабль сверх всякого ожидания спасся. Так прославлены были и среди нечестивых варваров три великие мужа, всю жизнь свою прославлявшие Бога. Помнили эти мужи заповедь Господа, запрещавшие искушать Бога и повелевающие издвигать опасных мест. Матфея 10.23 И посему, подвергшись раз опасности на своем новом местожительстве, решились оставить его. Но и Афон, куда они опять переселились, теперь уже не представлял из себя безопасного места. Знали варвары о его теперешнем населении, поэтому делали частые на него нападения. Уже многие из афонских иноков были пленены ими. По этой причине три новых переселенца на Афон решились разойтись все по другим, более безопасным местам. Преподобный Иоанн поселился в так называемой Сидаракавсии, преподобный Семен удалился в Элладу, а преподобный Ефимий перешел в Врастаму. Здесь суждено ему было опять встретиться со своим прежним сподвижником преподобным Иосифом. Кроме того, много собралось иных братьев о Господе, пожелавших поселиться около Ефимия. Ефимий построил им керрии, а там поселился один во рву. Преподобный Ефимий иногда оставлял свой рог и посещал братья, а иногда, ревнуя обезгновью, восходил на высоты Афона и там, беседуя в молитвах с Богом, до того очистил свой ум и сердце, что сподобился божественных видений и откровений. И слышал он там однажды голос, говоривший ему, «Ефимий, иди в Солунь, там в горах к востоку от города ты найдешь вершину, называемую Перистера, с источником воды, и увидишь там храм святого апостола Андрея Первозванного, прежнее благолепие которого превращено теперь в овчарню. Очисти это место и устрои на нем монастырь, здесь найдут для себя спасение многие. Я помогу тебе во всем. Тебе не следует оставаться долей в пустыне в борьбе с демонами, ибо они удалились от тебя, давно побежденные твоею добродетелью». Исполняя божественное повеление, преподобный оставил вершины Афона и, взяв с собой двоих иноков, Игнатия и Ефрема, отправился с ними с Афона в Солунь. На этот раз Солунь встретила его, как сошедшего с небес ангела. Разузнав о месте, называемом Терестера, Ефимий взял проводников и отправился с ними на указанную ему гору, где и нашел действительно овчарню. Открытые ему свыше признаки указывали, что именно здесь нужно искать развалин прежнего храма, но никто из местных жителей ничего не знал об этом храме. Местные христиане давно имели здесь овчарню, совсем и не помышляли о том, что оскорбляют ею местную святыню. Горько плакал преподобный, видя такое попрание святыни. Начатые им раскопки вскоре же обнаружили все основания храма. Тогда местное население, пораженное таким необычайным даром прозорливости, пришедшего к ним старцу, с охотой взял на себя расходы по восстановлению забытого храма. Этим оно хотело так как бы загладить грех своего прежнего равнодушия к нему. Так возникнул был храм святого апостола Андрея с пределами, с правой стороны в честь святого Иоанна Претечи, а с левой во имя Ефимия Великого. Но прежде чем были окончены работы по постройке храма, много трудов и горя пришлось вынести самому преподобному. По злоумышлению демонов то прокинулись леса, окружавшие здание, то обрушилась только что выведенная левая сторона его. При таких несчастьях нелегко было преподобному убеждать строителей продолжать начатую постройку. Проводя ночи в молитвах, днем он не отлучался от рабочих, подавая им пример своими собственными работами. Наконец в 863 году храм был окончен. При нем же по желанию местного населения вскоре возник и монастырь, прославившийся впоследствии множеством бывших в нем иноков. Знал преподобный, что многих влечет сюда далеко распространившийся слух о происшедшем здесь чуде, а посему сильно опасался за то, как бы новопостриженные юн иноки, привлеченные сюда лишь этим слухом и не испытавшие еще сил своих, не оказались неспособными к прохождению многотрудного иноческого жития. Вследствие этого он преподал много поучений этим новоначальным инокам, говорил им об опасностях инокам от дьявола, указал средства для избежания этих опасностей, прославлял святость труда, осуждал пороки и призывал к добродетелям. Братья, поучал иноков преподобный Ефимий, враг наш дьявол по писанию, как лев рыкая ходит, чтобы поглотить кого-либо неродящего в своем спасении. Поэтому будем трезвиться и бодрствовать. Если мы отвлеклись от мира, то отсечем пожелания плоти. Если мы распяли плоть свою и облеклись в смерть Господня, тогда не увлекаемся удовольствиями плотскими, а доходим духом. Если для Царствия Небесного облеклись мы в ангельский образ, то и жить должны как ангелы. Если мы действительно любим Господа, то должны хранить Его заповеди. Будем работать своими руками, ибо от праздности и лености мы изнемогаем и ослабеваем для добрых дел. И тогда бесплодие и оскудение бывают необходимы нашему делу. Несмотрящий своему дому, наследует ветры, говорит премудрый. А апостол Павел говорит, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Трича 11.29 Храните смирение, послушание к предстоятелю, имейте к нему веру и ничего не скрывайте от него. Исповедуйте ему ваши помыслы. И таким образом очищайте ваше сердце и ум, ибо это и есть путь спасения. Слушая Ефиме, иноки и его обители говорили, что сам Дух Святой вдохнул в него божественную благодать, как вдохнул ее в святых апостолов. В частности этих новоначальных иноков был Василий, впоследствии архиепископ Солунский, благодаря трудам которого сохранилась до нашего времени память о подвигах преподобного Ефимия. Он рассказывает о той божественной ревности, которой горели поощряемые святым пастырем иноки новой обители. Так, например, когда в обители случайно попала одна эритическая книга, то они тотчас же сожгли ее. За свою благочестивую жизнь Ефимий сподобился дару прозрения будущего и дару чудотворений. Так вышеупомянутый Василий рассказывает о себе, что ему самим преподобным Ефимием было предречено его епископское звание. На третий день после его пострижения преподобный приходит к нему в церковь, где он должен был пробыть, как новопостриженный, 7 дней, и говорит, «Василий, хотя я и не достоин светосияния или дара прозорливости, но так как ты и прочие для пользы души притекли под руководством моего недостоинства, то, что ты, благой Бог, благоволил даровать и мне некую каплю благодати, что, провидив имеющее стучище с вами, я мог говорить вам полезное ко спасению. Итак, знай, что ты, по любви к наукам, скоро удалишься из монастыря и будешь епископом. Но и тогда поминай меня, как отца твоего, и обитель нашу, и братью». Из жития преподобного, составленного архиепископом Василием, ясно видно, как он любил и благоговел перед памятью того, чьи подвиги и чудеса, виденные им, он описывал. Вот некоторые из виденных и передаваемых им чудес, совершенных преподобным Ефимием. Однажды, когда Василий вместе с другим братом Яном, именуемым Безмолвником, был в пустынном месте, и ему угрожала смерть от голода и утомления, к ним внезапно явился преподобный, и принесенная им пищу настолько подкрепил их силы, что они могли продолжать свой путь далее. В другой раз тоже Василий вместе с преподобным были далеко от обители, и преподобный вдруг объявил ему, что сейчас из обители удаляются два брата, Иоанн и Антоний, вследствие ссоры, происшедшие между ними и остальной братьей. В салоне Ефимий, когда подвязался на столпе, изгнал из одного человека злого беса. Многое других чудес совершил святой Ефимий, один из которых видел сам описатель этого жития Василий, а других же он слышал от посторонних лиц. Много иноков приняло пострижение от преподобного. Многих и мирских людей он увлек своими подвигами и чудесами на путь иночества. Много новых монастырей возникло его старанием и заботами на Олимпе, Афоне и Салуне. Наконец, через сорок два года после оставления отеческого дома, Ефимий привелось к своему утешению, постричь выночества из своих родственников, к чему он звал, еще будучи в Некомидии, когда впервые шел на Афон с Олимпа. Он был как бы второй Иосиф, с той же чистой в своем житии, с той же прославленной после перенесенных им трудовой бедствий. И лишь через сорок два года узнанный своими приснами, сознавшими наконец суету мира сего и решившимися принять иноческий образ. Родственников своих он взял в свою келью, обитель, а для родственниц построил новый женский монастырь, накупленный им для того месте. В начальнице над этим монастырем была поставлена сестра преподобного, названная во святой Схиме и Схимией. Парусил обе эти обители по печени салунского митрополита Мефодия и преподав им наставления, преподобный опять зашел до безмолвия на прежний свой столб вблизи Салуни. Обрести же вечный покой от жития временного Господь привел преподобного вблизи тех самых высот Афона, где едва ли не более всего было совершено им подвигов. Предузнав день своего успения, Святой Ефимий 7 мая в память перенесения мощей Святого Ефимия Великого, призвал к себе на трапезу братьев ближайших к нему афонских монастырей и, отпраздновав с ними этот день, простился с ними. На другой день, никому ничего не говоря, он взял для служения себе только одного инока Георгия и удалился с ним с Афона в одно уединенное место, на так называемый Священный Остров. На этом острове он подвязался около пяти месяцев в одной найденной им пещере и, наконец, почти безболезненно почил 15 октября 889 года. Господь судил ему безболезненно оставить свое бренное отечество за стеки муки, кое пришлось испытать его юному сердцу, когда он покидал отчий дом, где жил всех любя и сам всеми любимый. Спустя два года иноки-перестеры пожелали перевести его к себе тело почившего угодника Божия, дабы иметь в нем своего заступника за обитель, даже и по смерти. С этой целью они послали на Священный Остров Яромонаха Власия Инока Павла. Постно ими, прибыв туда, нашли тело Святого Ефимии, лежащим в той пещере, где он почил. Ленья совершенно не коснулась его тела, хотя оно и лежало там очень долго. 13 января следующего года святые мощи преподобного перенесены были в город Солунь или Фессалонику, где почивает и ныне. Молитвами преподобного Богоносного Отца нашего Ефимия да избавимся и мы все от недугов душевных и телесных, и расподобимся Царствия Небесного о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.